Всем привет! Ну никак не получается просто сесть, нормально поболтать с вами, поотвечать на какие-то вопросы. Я зачастую снимаю влог в таком формате, что мы сейчас приехали сюда, сейчас будем делать это. Просто хочется делиться с вами тоже какими-то моментами, которые будут вдохновлять, которые вам будут интересны. Но если вы за отдельное видео вопрос-ответ, то почему бы нет, я с удовольствием сниму для вас что-то такое. Мы наконец-то вернулись домой, закончились все поездки. Я из тех людей, которые любят стабильную ситуацию, у которых очень много планов. И когда случается какая-то поездка, перепланировка, то я, ну не то чтобы в стрессе, но я понимаю, что дела как снежный ком накапливаются. И когда я возвращаюсь домой, прям караул, не знаю за что хвататься. И сейчас приблизительно что-то такое. Я вообще кайфую от того, что я возвращаюсь домой. Причем раньше у меня ничего такого не было. Вот когда у нас появилась семья, ну я и Томок, мы начали жить вместе, я уже это расцениваю как семью. И вот тогда появилось такое дикое ощущение дома и собственной семьи, вот своего уютного гнездышка. Сегодня я одна дома, муж отправился в Варшаву на собеседование. И вот многие интересуются, как же так получается, что муж не работает уже довольно длительное время. И я думаю, что скорее всего он выйдет на работу не раньше, чем осенью. И многие спрашивают, неужели я теперь обеспечиваю семью, потому что я уже не раз вам говорила о том, что мы сдаем наше помещение в аренду. И это покрывает кредит. Но жить с чего-то надо. И у нас все-таки в семье такой патриархат с партнерским уклоном, наверное, как-то так. И мой муж никогда бы не позволил мне самой все на себе тянуть. И если вот так совсем по-честному, то я считаю, что деятельность на YouTube это скорее хобби, которое приносит доход, но это нестабильный заработок, во всяком случае, ну у меня так. И откуда же деньги? Я скажу вам так. Очень многие международные компании, в основном это корпорации, которые дорожат своим авторитетом, своими работниками, которые не хотят попадать в черный список работодателей и которые не хотят, чтобы информация, которую знают работники, вытекала еще куда-то. Они очень стараются по-мирному договориться со своими работниками, с теми, с кем они хотят попрощаться или работник от них уходит. Именно так случилось в нашей ситуации, точнее в ситуации моего Томака. Томака он находится год в платном отпуске, да, он получает 100% заработную плату за то, чтобы он не шел на работу. Это забавно сейчас звучит, но это действительно так. Поэтому он может расслабиться, заняться собой, заняться своим здоровьем. Ну и конечно же сейчас он во многом помогает мне и по дому, и с уборкой, и с детьми, и с покупками. Поэтому я могу чуть больше времени посвящать не только своему каналу, а также контенту, который я создаю, к примеру, для мейкап и для других ресурсов. Вот. И если бы вы меня спросили, чем бы я занималась, если бы не YouTube, во-первых, я долгое время работала на свое резюме, на свое CV, то есть какие проекты я могу вписать, если я захочу вернуться в рекламу и маркетинг. И еще вторая отрасль, которая меня очень интересует, это дизайн интерьеров. Я немножко этим занимаюсь, мне это нравится, мне это по душе, меня это как-то окрыляет. И если хотите, я также где-то во влоге расскажу о ошибках ремонта. Сейчас мы не занимаемся, я не могу говорить мы, потому что муж отвечает за этот маленький семейный проект. Мы будем менять траву в саду, всякие там растения выбираем и готова наша терраса, которую я также вам покажу. Из такого актуального это, пожалуй, все. Я хотела попросить у вас совета, вот в чем начали заселяться соседи. И, ну, вот сразу так вроде нормально, да, но потом случилось то, чего я не планировала. По соседству сейчас живет мальчик в таком же возрасте, как Захар, то есть ему 5 лет, но характер у него... Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с момента нашего с ним знакомства. Мы уже практически переезжали сюда, то есть стоял диван, мы с мальчишками были здесь, они игрались. И мальчик зашел, поздоровался, мы познакомились, и родители попросили оставить его у нас на полчасика, пока они там что-то со своим дизайнером распланируют. И он пулей полетел на диван в обуви, начал скакать, то есть вот знаете, такой, ну не сказать обезбашенный, но в нашем окружении таких детей нет, и я не знаю, как с этим справляться. Но самое страшное в том, что он настраивает Захара против Игната, то есть он зазывает их к себе во двор, и Захар приходит, а Игната они не пускают. И он потом подговаривает Захарчика нашего, что вот мы с малыми не играемся, придержи дверь, чтобы он сюда не заходил. И я потом разозлилась, я стараюсь себя контролировать, все-таки это не мой ребенок, не мне его воспитывать, но у нас дома будут наши правила, я не ругаюсь там, я не кричу на него. Но я ему спокойно говорю, таким уверенным голосом, что так делать нельзя, вот к примеру в ситуации с диваном. Ну а что касается Игнашика, то есть он недавно прибил ему ногу, потом значит Захар упал, упал, очень сильно раздер себе колени, он стоял и просто хохотал на всю улицу. Я пыталась ему объяснить, что это твой друг, как ты можешь смеяться, когда ему так больно. Короче, как себя вести с таким ребенком? И я пробовала намекнуть его маме, потому что деток двое и вторая девочка помладше. И он очень сильно обижает девочку, родители постоянно на работе. Я пробовала намекнуть родителям, что вот пусть играются вместе, могут приходить к нам там и все вместе, чтобы не изолировать Игната. Игнат, конечно же, обижается и постоянно бежит ко мне, чтобы чем-то там заниматься, играться. То есть я даже иногда не могу заняться своими домашними делами, потому что, ну вот, Игнаша теперь такой обделенный. И так как это наши близкие соседи и мальчишкам вроде как интересно вместе, я не могу сказать, что ты туда не идешь там. Ну понимаете, да? Короче, как бы вы поступили в этой ситуации? Возможно, среди вас есть психологи, которые посоветуют, допустим, как мне тонко намекнуть родителям, что есть небольшой трабл или что делать. Если вам стало интересно, у меня сейчас помада Бобби в оттенке Лайлак. Ну а о помадах чуть позже у меня для вас сюрприз. Приехала домой, а меня ждала посылка от Даниэль Веллингтон. Это что-то новое, давайте смотреть. У Даниэль Веллингтон сейчас вышла новая коллекция часиков. У меня они с белым циферблатом, размер 36 мм, есть побольше, с черным, видела на сайте. И она идет, видите, с таким тканевым ремешком. Довольно плотный, и у меня наборчик с синим. Но мне очень нравится вот этот бордовый, наверное, с ним буду ходить, будет подходить к моим очкам. Ух ты, я еще такого не видела. Очень интересно сделан сам ремешок. Я специально оставила мою любимую модель, чтобы вы могли посмотреть, какая разница в размере. Мне кажется, что новинка немножко великовата мне, но ничего страшного. И на эти наборы, к сожалению, не действует дополнительная скидка. Но вы можете воспользоваться моим промокодом, который сейчас видите на экране. Он дает скидку в размере 15%. Можно заказать отдельно часики или такой набор, как у меня, с дополнительным сменным ремешком. Вообще, можете сначала купить часы, а потом отдельно докупить любой другой ремешок. На сайте их довольно много. И вот так они выглядят без вторых часов. Без тех, которые поменьше. Видите, сейчас они не смотрятся такими огромными. Все в этой жизни познается в сравнении. И, девчонки, вы также спрашиваете у меня, почему я сама перестала делать маникюр. Дело в том, что у меня просто не хватает времени. И сейчас, даже когда еду на маникюр, педикюр, всегда беру компьютер с собой и работаю. Вот только такая причина. А вообще, я обожаю делать маникюр. И классно, что я нашла салон, в котором делают так же качественно, как и я сама себе. Так что я довольна. Девчонки из Украины, между прочим. Надо сразу снять этикетку, чтобы не забыть. Ссылочку на наборы и на все часы найдете в описании. Возвращаясь к теме помад и не только, как видите. На протяжении какого-то времени марка Бобби Браун радовала меня своими новинками. Что-то я пробовала и уже даже рассказывала вам. А об этой помаде было в фаворитах зимы. И еще такие у них очень кремовые. Это тоже, кстати, увлажняющая такая приятная. И тональное средство я пока что не попробовала. То есть, не насладилась им в полной мере. Потому что оно мне оказалось слишком темным. И сейчас, когда я подзагорела, думаю, что камера не передает цвет моего загара. Но четверка должна сейчас подойти. Буду начинать пользоваться. Тональное средство должно давать хорошее покрытие. И обещают быть тонким, таким невесомым. Многие блогеры его хвалят. Точно так же, как витаминную базу. Она имеет такую явную цитрусовую отдушку. И когда мне ее прислали, я не могла ее пользоваться. Потому что у меня была очень чувствительная кожа. Но эта база очень хорошо питает кожу. Это однозначно. И я думаю, что в отдельном видео я вот это вот все попробую. Что касается палетки теней. То я хотела бы разыграть ее. Я сейчас покажу содержимое вместе с очень красивыми оттенками помад. Марка Бобби Браун оказалась очень щедрой. И прислала мне сразу несколько сочных оттенков. Таких трендовых тоже. Спасибо огромное. Я вот вчера пересматривала. Сейчас найду. По-моему, вот это, да. Она очень похожа на лайлак. Красивая такая прям вообще. Ням-ням. Я вот даже специально разложила все оттенки помад, которые у меня есть. Выбрала самые похожие на ту, которой пользуюсь еще зимы. И очень сильно люблю. И хочу разыграть среди вас лимитированную палетку. Я не уверена, что она все еще продается. Потому что лимитки Бобби Браун разметают просто со скоростью света. И я уверена, что кого-то из вас точно так же порадуют подарки, как радуют меня. Так что участвуйте в конкурсе. Как обычно, условия будут очень простыми. Найду колпачок. И вот этот подарочек отправится одной из вас в любую часть мира. Мы сейчас приехали в ресторан пообедать. Муж был, естественно, на английском. И говорит, что очень классный интерьер. Ну, не знаю, не знаю, нравится вам такое или нет. Я, честно говоря, не особо в восторге. Здесь раньше была пекарня. И вот видите, посреди ресторана практически находится огромная печь. И все такое обшарпанное. Я, конечно, понимаю, что это все мода. Но как-то не совсем-то мне и комфортно здесь. Если вот так просто прийти посидеть в кафе, то почему бы и нет. Но если я второй раз буду выбирать ресторан, то отдам предпочтение чему-то другому. Обдерты какие-то стены. У меня ассоциируется это все с какой-то плесенью, с сыростью, с плохими временами. И второй зал уже чуть отличается от первого. Но все равно со своими смачками, как говорят поляки. Здесь оригинальные двери. Обдертые, конечно же. И видно, что это вот не специально состаренные, а реально оригинальные. На полу бетон. Ну вот как-то неуютно. А сейчас в Польше очень модный такой интерьер именно для заведения. А здесь печь. Я вам говорила, что раньше в Кракове даже в квартирах были такие печи. В некоторых они до сих пор остались. И из-за этого образовывался смог, потому что город находится в яме. Ну вот это чисто как декоративный элемент, я так понимаю. Хотя, кто его знает. Декоративный элемент, я так понимаю. А что это за свалка? Это не свалка. Это покупки из магазина Икеа. Конечно же, мы были в Икеа. И накупили кучу очень-очень нужных вещей. Ну а если серьезно, то я увидела в Икеа очень качественные детские игрушки. Ну именно для песочницы. Взяла сразу 4 лопаты, потому что из наших наборов остаются только грабли. И не знаю, папа, к примеру, отправляется с целым пакетом игрушек в песочницу и возвращается с половиной. Я думаю, что многие мамы меня сейчас поймут. Очень классные, такие большие. То есть можно будет реально из формочки сделать классную пасочку. И вот это, к примеру, вот этот набор, видите, предназначен для какой-то выпечки. Игнаша любит все наливать, переливать, поливать. Зала ему маленькую такую леечку. И вот это, это хит сейчас. Подождите. Это просто какая-то бомба для замков. Мы вот, к примеру, ездим на озеро. И папа очень часто строит с мальчишками разные замки, там, туннели. И теперь вот запросто можно будет строить прям обалденный замок, самый красивый на пляже. Надо было брать сразу несколько. Купила кастрюли. Я показывала вам, что произошло с моими, которые я приобретала в TK Max. Я очень довольна кастрюлями из Икеа. Я не знаю, у кого как. Но вот серьезно, они предназначены, кстати, для индукционной плиты. Они классно моются и вообще не нагреваются ручки. В общем, стеклянная крышка это тоже. Потому что иногда, знаете, надо что-то там делать в кухне. Ну и вторым, третьим глазом смотреть, что происходит в кастрюле. Не кипит ли что-то. Иногда бывают блюда, которые этого требуют. Поэтому я всегда выбираю со стеклянной крышкой. Несколько вещей из категории текстиля. Это вообще-то то ли какая-то простынь, то ли покрывало. И мы выбрали такую расцветку, знаете, которая не слишком будет пачкаться. И будем использовать вот это что-то для того, чтобы брать его на пляж. В качестве подстилки на пляж. Так что вот такой практически лайфхак. Полотенечко домой из новой коллекции, по-моему. Не классное, но их надо простирать, простирнуть для того, чтобы они впитывали влагу. Потому что если взять новую и, к примеру, захотите что-то вытереть на кухне, то это не получится, потому что они ничего не впитывают, они чем-то пропитаны. И на распродаже взяла такую скатерть, которую вы точно увидите в каких-то влогах, как мы на террасе будем что-то там делать. И мои любимые пластиковые коробки. Я какой-то коробка-маньяк. И они продаются с крышками, их можно ставить друг на друга. Это очень удобно. Ну и моя личная покупка в магазине IKEA, потому что только я пью кофе в нашей семье. Не знаю, почему я не показала вам вот эту кофеварку. Просто отложила ее в сторону и начала перебирать игрушки. Сейчас будет момент правды. Я надеюсь, что я не затупила, потому что мы рассматривали вместе с мужем значки, которые были на упаковке. И было, ну как бы указано, что она подходит для индукционной плиты. Я надеюсь, мы все поняли правильно. Так. Есть. Работает. То есть, если вы ищете немаленькую кофеварку именно для индукции, то видите, что в IKEA она есть. Наконец-то приехал мой заказ детских вещей из H&M. Я вам клянусь, что это последний мой заказ на их сайте, потому что это ужас. Они мне уже второй раз истрепали все нервы. Они должны мне просто невероятное количество денег. Долго возвращают, долго доставляют. Ох, я даже вам словами не передам, какой это кошмар. Хотя, качеством детских вещей я прям очень довольна. Вот. И буду покупать в стационарных магазинах. Короче, как видите, мама психанула. После Захарчика у нас остается много вещей. Таких типа, как шорты, брюки, кроме спортивных штанов, конечно же. Поэтому Игнаша я заказала не так-то и много. Основная часть моего заказа пришлась на Захара. Взяла несколько джинсовых шортиков. Они у них очень классные. Точно так же, как более такие расслабленные модели, которые мы зачастую надеваем в детский сад. И классно, что они затягиваются на шнурок. И они прям из тоненького-тоненького катона, хлопка. То есть вообще деткам комфортно, ничего не сковывает движение. И если вы переживаете за то, что в талии что-то может быть слишком широким, то не бойтесь, потому что с одной стороны затягивается и со второй. Мне еще нравится, что в H&M всегда, к примеру, перед летом появляются такие недорогие футболки, которые не жалко будет даже выбросить, если ребенок прям сильно все запачкает или футболка застирается. Хотя наши футболки после Захара доживают до Игната. Так что это о чем-то говорит. А я еще и заказывала с 20% скидкой, поэтому очень даже выгодно было. Шапочки хлопковые. Видите, подкладка тоже натуральная. Мальчишкам не будет жарко. И мне очень-очень нравятся вот эти вот их футболки пола. Они живучие, они не лестироваются. Поэтому взяла и Захару, и Игнату. Они бывают прям в разных расцветках. И еще мне нравится, знаете, что? Звучит как рекламное видео, но я все покупала, поэтому это никакая не реклама. В H&M есть такая акция, что есть специальный раздел, где можно взять две вещи, нет, три вещи, сори, и заплатить за две. И вот тогда надо искать что-то такое. Вот видите, бирочки. И я взяла две футболки, считается, как один продукт, вторые шортики и еще что-то. Вот, заплатила только за две вещи. Заказала эспадрильи. Девчонки, не знаю, мне кажется, что это просто сумасшествие. Дай бог успеть хотя бы сделать в них фотографию, и на этом, наверное, как бы все. Их жизнь закончится. Ну, такие они прям красивые были на распродаже. Взяла малышам, купила им лавочки, потому что у нас практически лето. И вот это мое расстройство. Наверное, я сейчас их спрячу, чтобы мальчики прям вообще не обиделись на H&M, потому что, ну как можно было сделать вот это все из синтетики. Я Захару обещала, и он так долго выглядывал курьера. Он обожает нинджагу. Не знаю, как вы произносите это по-русски. Здесь это нинджагу, а Игнашику взяла вот что-то такое. И они синтетические, им будет жарко. Сплошное расстройство. Все, собираю вещи в шкаф. Аж устала. Пока все разложила, распаковала, но зато дети теперь к лету готовы. Часть вещей я еще купила в Пепку, именно футболочки. И теперь на счету ничего нет. Зато дети одеты. Не получится поснимать на террасе, потому что сегодня у нас довольно ветреное. Как-то уж слишком прохладно. Вообще на этой неделе обещают конкретное похолодание в Польше до 17 градусов. Ну и так, май выдался очень приятным. И апрель был теплым. И посмотрите, со второй стороны нас также атакуют соседи, потому что они раньше нас начали облагораживать сад. И вот этот дворик, да. И они это делают уже вторую неделю, блин. И вот этот весь песок и пыль, все летит на нашу террасу, на белые чехлы. Об этом поговорим в следующий раз. Они, кстати, снимаются, их можно постирать, но мы сейчас охотимся за серыми. Ну, в следующий раз потом расскажу, как и говорю. Надеюсь, что вам было интересно. Все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Продолжение следует...